Добрый день! Сегодня у нас с вами урок 17-й из раздела «Взаимодействие тел». И говорить сегодня мы с вами будем о силе. Давайте познакомимся с новым понятием «сила». Когда тела взаимодействуют друг с другом, то их скорость может меняться. Тело может начать движение, остановиться, изменить направление скорости. Мы даже очень часто не упоминаем, какое из тел оказало воздействие на данное. Мы просто говорим, что у тела изменилась скорость под воздействием силы. Итак, сила — это физическая величина, характеризующая изменение скорости тела. Известны четыре признака действия силы на тело. У тела может измениться значение скорости. У тела может измениться направление движения. Может произойти изменение размера тела. А может произойти изменение формы тела. Обратите внимание, что скорость может меняться не у всего тела, а только у некоторых его частей. Например, мы сжимаем этот шар, и только часть его частиц начинает двигаться. Это называется деформация тела. Давайте посмотрим, как движется тело, брошенное горизонтально. У нас с вами имеется штатив, жёлоб и шарик, который мы запустим по этому жёлобу. Если вы обратили внимание, траектория движения шарика была непрямая линия. И движение нельзя назвать равномерным. Почему же это происходит? Это происходит потому, что все тела, которые находятся на поверхности Земли, притягиваются к Земле. Человек, который подпрыгнет над поверхностью Земли, предмет, который поднят над поверхностью Земли. Все тела притягиваются к Земле. Но не только тела притягиваются к Земле, они сами притягивают к себе Землю. Каждые сутки, два раза за сутки, поднимаются огромные волны на морях и океанах. За счёт чего? За счёт того, что Луна действует на Землю. Это взаимодействие. Впервые его описал английский физик Исаак Ньютон. Он утверждал, что все тела во Вселенной притягиваются друг к другу. Он установил также, что чем больше массы взаимодействующих тел, тем сила, с которой они взаимодействуют, будет больше. А также рассчитал, что чем больше расстояние между этими телами, тем сила взаимодействия будет меньше. Для нас с вами, как для жителей Земли, огромную роль играет сила тяжести. Сила, с которой все тела притягиваются к Земле. Обратите внимание, и одно, и другое тело притягивает к себе Земля. Но сила, с которой это происходит, будет различной. Чем больше масса тела, тем больше сила, с которой Земля притягивает это тело к себе. Подведём итог нашему занятию. Сегодня мы с вами познакомились с новым понятием — сила. Необходимо запомнить, что сила — это физическая величина, которая является мерой изменения скорости тела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова